Привет, друзья! Сегодня у нас будет обзор на энцентриковую шлифовальную машинку Makita BO5030. Данная машинка, в принципе, такого среднего класса, средний ее ценник по интернету 5000 рублей. На ютубе я не нашел ни одного обзора именно с разбором, то есть это в основном там идут распаковки, либо отзывы мастеров об этой машинке. Предлагаю ее рассмотреть поближе. Как всегда, начнем с комплектации. Поставляется машинка в картонной коробке. Комплектуется мешком для сбора пыли и одним шлифовальным 120-м кругом. Выключатель у машинки защищен специальной резиновой вставкой. Подошва у машинки мягкая. На эту машинку очень много аналоговых подошв. Стоят они дешевле, но они не такие мягкие, то есть не такого качества, как оригинальные. Но стоят дешевле. Шнур машинки не очень длинный, всего лишь 2 метра. По качеству такой вот резиновый, с нормальным сечением 2 на 1. Ну и по характеристикам. Машинка на 125-й круг. Мощность машинки 300 ватт. Максимальная частота вращения 12 тысяч оборотов в минуту. Максимальное число колебаний 24 тысячи колебаний в минуту. Произведена машинка в 2018 году на заводе Макита в США. Тип машины эксцентриковая. Общий обзор сделал, теперь ее начнем разбирать. Сначала снимем нижнюю площадку. Три винта. Откручиваем. Открутили, снимаем. Теперь снимаем шайбу, крышку корпуса подшипника и тормозное кольцо. Ну и конечно корпус подшипника вместе с подшипником и кольцом. Подшипник покрупнее. Номер нижнего подшипника 6202. Подшипник серьезный немецкой фирмы FAK. И пусть вас не смущает надпись, что он сделан в Китае, так как сейчас 90% всего производства находится в Китае. Этот подшипник очень достойный. И продолжаем разбирать. Теперь снимаем верхнюю крышку. Три винта. Раз, два, три. Откручиваем. Открутили, вскрываем. Здесь у нас выключатель, угольные щетки и подводка сетевого кабеля. Теперь будем снимать щетки. Сначала скидываем мамки с одной и также с другой стороны. Теперь вытаскиваем щетку. Поджимаем в саму угольную щетку аккуратно тонкой отверткой и пассатижем и вытаскиваем. Также с другой стороны. Щетки поближе. Маркировка щеток SB419. Щетки на пружинке. Такие же щетки используются в перфораторах 2450 Makita. Продолжаем разбирать. Снимаем нижнюю часть, откручиваем два винта. Раз, два. Откручиваем. Открутили и снимаем. Также снимаем крыльчатку. Крыльчатка поближе. Крыльчатка у нас двусторонняя. Служит функцией обдува и охлаждения двигателя. Продолжаем разбирать. Четыре винта. Откручиваем. Открутили. Вытаскиваем. Теперь кияночкой выбиваем подшипник. Якорь покрупнее. Один человек недавно сказал, якорь на корабле это ротор. Ротор может называться якорем. Даже в официальных документах это так идет. Либо якорь может идти, либо ротор. Якорь не бронирован. В принципе в этих машинках это и не нужно. В начале якоря стоит подшипник. 629 фирмы NMB. А в конце якоря подшипник 607 тоже фирмы NMB. Ну и статор. Тоже видно, что никак не облить, не бронирован. Основные узлы я вам показал. Теперь будем это все собирать. Собрали. Проверяем. Работает. И в конце пару слов об инструменте. Ну что я могу сказать. Машинка безусловно хорошая. Она подойдет для каких-то мелких работ. Если используется это в профессиональных целях. Либо для домашнего использования. То есть это будет идеальный вариант. У меня дома лично вот такая вот машинка. И поэтому если нужно будет какие-нибудь испытания без вандализма провести. То есть напишите в комментариях. Я сделаю отдельное видео. Если вы что-то как-то хотите увидеть. Как оно работает. По поводу поломок, что могу сказать. В основном на таких машинках ломаются подшипники. И подшипники, которые стоят в начале. Почему это происходит? Это происходит из-за пыли. Потому что сюда очень-очень много пыли набивается. Это в любой машинке. И они выходят из строя. Также на ней сейчас найдется человек. Какой-нибудь напишет. Все эти машинки. Все эти Боши, Макиты, Девольт и фигня. Фестол это огонь. Да, я безусловно с ним согласен. Фестол машинка отличная. То есть конкурентов у нее практически нет. Но цена. Эта машинка стоит пятерка. Фестол стоит тысяч под 30 будет. Этот фактор тоже нужно учитывать. Что касаемо чисто дешевых китайских машинок. Как, например, Макиты, Девольта, Метаба, Боша. То есть вы можете прийти в магазин. Взять, включить Макиту. И включить какого-нибудь китайца. Калибр, Диолт и тому подобное. Вы разницу сразу же почувствуете. Кому понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал. Удачных вам покупок. Пока.